Всем привет! Вы смотрите программу Аддыхайп! И мы выходим в прямом эфире. А это значит, что вы можете смотреть нас по телевизору на национальном телевидении Чувашии и сразу в двух группах ВКонтакте детского медиа-центра Куча Мала и группе национального телевидения Чувашии. И почему же Аддыхайп? Потому что хайп с английского переводится как шумиха. И мы сегодня пошумим. Огадай кто? С вами Елизавета Прекрасная. Да. И красавчик Даня Сергеев Д5. Что это такое? С первым апреля тебя Я разыграла, я отомстила. Ура, ура. То есть это сейчас все на моем лице? Да что ты так... Лица. Да все нормально. Ты даже салфетки принесла. Пока я вот умываюсь, вот и веди программу. Вот и проведу. Но, дорогие друзья, как вы могли уже заметить, сегодня 1 апреля, день смеха, день розыгрышей, день дурачков, да и так далее. И вообще, поэтому у вас есть прекрасная возможность нам вообще что-то написать о розыгрыше, как вас вообще разыгрывали сегодня, как вы вообще относитесь к этому празднику, все пишите нам в чат группы Куча Мала ВКонтакте. Даня, тебя как уже сегодня разыгрывали? Ну, кроме меня. Меня папа каждый год одинаково разыгрывает. Он просто звонит мне и говорит, папа, Данил... Папа говорит? Нет, папа нет. Звонит папа. А говорит он, Данил, выйди на улицу. Я ключи дома забыла, открой мне дверь. А я выхожу, а его нет. И вот встают в свой день, и нет его. Ну, знаешь, по тебе видно, что ты такой солидный, как глава семьи, как папа, да ведь? А вот меня сегодня, представляешь, как разыграли. Вот я вообще не ожидала. Мне, значит, я сижу на уроке, мне звонят в телефон. Я отвечаю, мне говорят, здравствуйте, Елизавета, я участковая такой-то, такой-то. Вы задержаны по подозрению там в каком-то совершении убийства. Приезжайте в участок, вы были замечены по камерам. Ничего себе. Таким строгим голосом я просто очумела. У меня пару минут был просто ступор. Ступор, я не знала, как это произошло. Но на самом деле это мои друзья с помощью какой-то программы разыграли вот таким, не знаю, страшным образом. И на самом деле, мне кажется, многих так разыгрывали, потому что это сейчас очень популярно. Ну, потом я прочитала уже. Так что пишите, если вас кого-то так разыгрывали. Кстати, вот я слышу, что постоянно кого-то разыгрывать. Сегодня 1 апреля. И мы разыгрываем билеты. Только по-честному, по-настоящему. И не будем обманывать вас. Просто вот билеты. И что нужно для этого сделать, Лиза? А билеты ты на что-то не показываешь. Это КВН. Это как в видеоблогах так. Билеты на КВН. Высшая студенческая лига. Вообще класс. Что нужно для этого сделать? Скажи мне. Мои черные пальцы мне очень нравятся. Два клика. Лайк. Репост. Наши последние записи в группе Куча Мала ВКонтакте. Всего два действия. И эти билеты для вас. Вот мы выходим в прямом эфире. А это значит, что вы можете связаться с нами. Писать нам всякие разные вопросы. И подключаться вообще к нашему прямому эфиру ВКонтакте. Даня! Кошмар! Быстрее неси салфетки. Салфетки мне нужны. Спокойно. Это всего лишь клей ПВА. Видишь, я тебя тоже сегодня разыграл. Один-один. Ты меня сегодня не один уже раз разыграл. Я вон хожу, у меня ноги липнут. Невозможно. Все в жвачке. Да, это мой фирменный. Как можно так разыгрывать? Ты мне скажи. А это же ведь техника. А это сегодня же клей. Подумала. Ой, в общем, очень креативно. Я за это тебе ставлю пять баллов. Ты вообще знаешь, что такое розыгрыши ты? Ты знаешь, откуда появился этот праздник? Откуда? Ну, я так и знала, что ты ничего не знаешь. Опять я отвечаю за все самое сложное. Я сегодня, дорогие друзья, все утро шерстила интернет и узнала, что в 1686 году было первое упоминание дня смеха, как день, когда нужно кого-то разыгрывать. И уже тогда в Британии с помощью каких-то глупых, шуточных объявлений созывали людей на какие-либо мероприятия. Вот, например, там созывали на то, чтобы помыть львов. Белых. Белых львов. Я бы сходил. Ну, ты бы точно сходил. Ты же наивный у нас. И вообще, что еще? Этот праздник в России пришел при Петре Первом. Именно он считается первым в России человеком, который так вот разыграл людей, тоже собрал. Он, наверное, в Британии там что-то подсмотрел, тоже собрал людей на какое-то мероприятие серьезное, а там большими буквами написал. Первое апреля никому не верю. Слышал такое выражение? Ну, конечно, каждый день его говорят. Первый апрель никому не верю. Весь апрель никому не верю. Весь? Все так говорят. А нас не вообще как разыгрывают, знаешь же? Рассказывай. Вот это вот мое, да. Вот, я знаю, что телевидение BBC в 1957 году разыграло своих зрителей, просто выложив шуточную... Новость. Новость. Телютку. И заговорила про то, что пагетти. Пагетти выращивали на деревьях. Я, если честно, бы сразу поверила. И тогда, между прочим, появилось такое выражение, как телеутка. И сейчас оно реально применяется на телевидении. И такие вот смешные телеутки мы собрали в одну подборку. Для вас. Давайте же посмотрим. Да. Последние две недели марта тревожное время для тех, кто выращивает спагетти. Всегда есть опасность поздних заморозков, которые, хотя и не уничтожают урожай полностью, как правило, ухудшают вкусовые характеристики продукции. И тем самым затрудняют получение за нее максимальных цен на мировых рынках. Но теперь эти опасности позади. И начинается сбор урожая с пагетти. Медперсонал 6-го Курского роддома до сих пор не может поверить в произошедшее 3 дня назад. Рано утром на пороге больницы появилась беременная женщина с поистине огромным животом. Никаких медицинских документов у роженицы не было на учете. В женской консультации она не состояла, к врачам не обращалась. И о том, сколько носит детей и какого пола, знать не знала. Буквально через полчаса начались роды, результат которых потряс видавших виды гинекологов. Как пошли рождаться? Один за одним. Ну один, два, ну три, я понимаю. Ну десять? Это бы просто не может быть. Молодая мама тоже вполне здорова и пребывает в прекрасном расположении духа. Ведь она так мечтала о маленьком, а получила не одного, а целый десяток детей. Ирина уже дала им имена, правда, кому какое путает до сих пор. Это Наташа. Это Света. Или Наташа, это Света. Свидетелями уникального природного явления стали жители и гости города Сочи. Вот что они успели снять на мобильный телефон. Над морем начинают собираться облака. Одно, второе, третье, четвертое, пятое. Постепенно они принимают форму напоминающие кольца. Но самое удивительное начинается потом. Эти кольца образуют в небе хорошо узнаваемый олимпийский символ. Необычную картину было видно из нескольких районов города. Люди сразу начали фотографировать и снимать аномалию на видео. Разочарование вызвало только то, что невероятное небесное представление быстро закончилось. Облака России. Как нам пояснили специалисты, сочницы могли стать очевидцами крайне редкого оптического явления. Кольцевого свечения или эффекта ГАЛО. А теперь уникальные кадры, снятые в Антарктиде. Пингвины, которые, как все известно, никогда не могли подняться в воздух, оказывается, научились летать. Конечный пункт путешествия этих обаятельных птиц в джунгли Амазонки. Это программа «Отдыхайп». И мы продолжаем отмечать праздник День Смеха, 1 апреля. Вот ты знаешь, кто самый смешной в мире? Вообще, люди, какие самые смешные в мире? Конечно, КВНщики. Правильно. И поэтому сегодня у нас в гостях заместитель директора КВН Чуваши, Роман Сергеев. Привет. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Давайте, рассказывайте. Уже 1 апреля. 1 апреля, полдня прошло. Кого успели разыграть? Кто вас разыграл? Ой, вечно вот эти вот нелюбимые вопросы про 1 апреля. Я думал, кто же меня позовет? Позвали вы. Это приятно, конечно, очень сильно. Прямой эфир, да, у нас? Да, у нас прямой эфир. Ничего не вырежем, да, сейчас? Вот такое, вот такое вот. Хорошо. Так, ну, первый меня разыграл сын, любимый, на самом деле. Когда я сегодня забирался со школы, он сказал, пап, у меня две двойки. Я почему-то ему поверил. Не знаю, почему, вот, он сказал, с 1 апреля, все, избежал наказания. Вот, я сам, на самом деле, разыгрывать не люблю, потому что, ну, как бы, все розыгрыши уже, наверное, не были. Новые очень сложно придумывать, а придумывать, как правило, времени нет. Поэтому у тебя шнурки развязались, у тебя спина белая, все. Где? А вообще, вот, КВН, как у вас шутки не кончаются? Вот, из года в год? У меня они, на самом деле, давно кончились уже, поэтому я не играю. Тьфу себе. То есть вы сейчас только не видят? Поэтому я исполнитель и директор, да. Не, не только на самом деле, мы еще, ну, редактируем, помогаем ребятам, направляем и так далее, и так далее. А сами сейчас на сцене выступаете? Исключительно как ведущий. Только как ведущий. Да. И есть ли у вас какие-то секреты, шутки? У меня? Да, но я его не скажу. Потому что это секреты. Ну, поделитесь, пожалуйста. Ну, хотя бы, маленький-маленький. Я шутил вообще не умею. Нет, секретов на самом деле много. Вот. Ну, это не столько секреты, сколько просто какие-то правила, потому что, ну, все на самом деле происходит по определенным правилам, законам и так далее. Самое главное, самое смешное всегда это смеяться над самим собой. То есть, вот, если ты выйдешь и скажешь, что ты сегодня вместо платья на лодочку наделал, да, на которую она похожа на самом деле, вот, все на тобой посмеются, кроме тебя. Вот вы говорите, шутить над самим собой, да? А вот, вот когда вы шутки придумываете, вот, сами над ними смеетесь? Ну, вообще, ржем сильно, очень сильно. И факт, что это всем потом смешно, но мы когда придумываем... А вот как вот стоять на сцене и не засмеяться, когда весь зал просто умирается? Это репетиции, это, да, это очень сложно иногда бывает сделать. Это называется, у квенщиков колется, то есть колоться на сцене нельзя. Когда говорить шутку, если ты должен в это время быть очень серьезным, ты должен быть очень серьезным. А вот с года в год, меняются шутки вообще, актуальность какая-то есть у шуток? Или они могут быть из года в год одни и те же? Смотри, актуальные, это, как бы, это актуальные, и одни и те же, это разные вещи. То есть актуально, это когда мы шутим про то, что сейчас. То есть вот вы сейчас вот про 1 апреля говорите, и это сегодня актуально, завтра это будет уже неинтересно. А то, что они меняются, да, естественно, они меняются, потому что, ну, нельзя шутить об одном и том же, чтобы каждый раз-то было одинаково смешно. Вот, вы же, можно вас назвать КВНщиком? Можно. Я боюсь отвечать на этот вопрос, потому что следующее должно быть, ну, пошутить тогда. А КВНщики, они смешные, правильно? Говорят. Получается ли у вас быть серьезным дяденькой в жизни? Да. Или вы всегда такой на эмоциях, на позитиве, вот, ваш, например, сын всегда с вами смеется? Нет. Он больше над вами смеется. Ну, он старается, он пытается, он, да, у него есть вот эти задатки, пока стесняется лезть на сцену, но ходит на КВН, смотрит, нравится. А хорошо шутить, это вот какой-то дар или может каждый вообще? Нет, это может абсолютно каждый, и главное, ну, не то чтобы научиться, а захотеть это делать, в принципе. То есть здесь самое главное желание, остальное уже приходит по ходу всего. А есть ли у вас смешные, любимые шутки? Прям коронные. Вы уже сами над ней посмеялись, да? Да, но я вам не скажу их, потому что у нас сколько там, 18+, да, мероприятия. Ну, а вы скажите детскую программу. Нет, я шучу на самом деле, да. А что, вот сейчас же очень популярная школьная лига КВН. А что там шутят? Мы в ней играли раньше. Было, было дело, да. Вот о чем там шутят? Там шутят, ну, да, то есть каждая команда всегда в любой лиге там всегда шутит о том, что близко им. То есть про себя, про себя где-то, про то, что их окружает и так далее, и так далее. То есть школьники, соответственно, такой вот юмор, который, да, не выходит за рамки, наверное, возраста, каких-то там основных понятий. И опять же, что актуально для взрослого, это не актуально для школьника, и наоборот, поэтому юмор всегда разный. Но вы играли, вы знаете. У вас даже получалось. Вице-чемпион уже, да? Вот как раз-таки вы правильно сейчас заметили, мы играли в КВН, и у нас играла также девочка Ксюша Серова. И знаете, то, что сейчас вот розыгрыш правильнее называть пранк? Все же знают Ксюшу Серова, да, я только подозреваю. В розыгрыше называют пранк. И мы решили таким образом пранкануть над жителями Чебоксара. Не говори больше эту слову никогда. Почему? Пошутись над жителями города Чебоксара на знание английского языка. Она была в торговом центре и притворялась американкой. И просила помощи пройти кинотеатр. Не депортировали? Нет, ее не депортировали. И давайте посмотрим вообще, что из этого вышло. Давайте. Пойдемте на четвертый талер. Пойдемте, я вас провожу. Я хочу, чтобы идти? Нет, я ждем в фото и я хочу быть здесь. Я просто хочу, чтобы я пойду в кино. Потому что когда она придет сюда, она будет ждать меня здесь. Все в английской коммунезии, понимаешь? В фото и я хочу, чтобы я не буду ждать. Это не так. 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 Фо синенас? Да. Да. Ты у вас фо синенаса здесь? Нет. Фо... Фо... Четвертый. Фо... Фо... Эташ. Саш? 4th floor 4th floor So, this floor is like What is the 2nd floor 2nd floor 1st, 2nd, 3rd 4th Where is it? This is Cinema This is blue Blue and red Over here 1, 2nd, 3rd Over there There is like Blue and red So, type Okay, thank you Also, dear friends, can you help me? Oh, thank you, thank you Thank you Thank you Thank you Thank you You're listening to the program At the Hype And we continue And today We want to remind you That we are We are We want to We want to Рассказать, что нас ждет, какие фавориты в этом сезоне? Конкретнее, потому что у нас целых три лиги. Кто в этом году играет в Каванчоши? Вот здесь. Кто будет играть в высшей студенческой лиге? Все, то есть куда мы дарим билеты, да? Да. Здесь у нас в вышке, как мы ее коротко называем, да, наши вышки, играют ребята, которые вот только начинают. То есть это студенты первого-второго курса, это школьники, которые вот, скажем так, уже смешнее, чем школьная лига, но еще хотят вот куда-то дальше играть, развиваться и так далее. Вот. Если там у нас, ой, сейчас не ошибусь, по-моему, 16 команд, что ли, было в одной восьмой, в одной четвертой будет поменьше уже. Сколько? Как они синхронно отыграли удивление. Вот. А осталось там, по-моему, 14 час, ну, то есть слетают до финала-то, естественно. 14, а что же будет в полуфинале? А? Все? Все? Нет, одна из Ядрина есть. Вот. Ничего себе, у меня там деревня. Так вот, кто и пишет. Все понятно. Ну и вообще, а есть ли какие-либо фавориты в этом году? Гордитесь фаворитами ваши школьники, ну, то есть я имею в виду не ваши, а школьники. Это команда, которая в прошлом году, ну, одни из фаворитов, да, а то сейчас загордятся там еще. Команда, которая в прошлом году выиграла, стала чемпионом. Это женская команда «Пуля», по-моему, 44 лице, если я не ошибаюсь. Вот, они сейчас пошли в вышку, и вот первую игру прямо отлично отыграли, все хорошо. Не знаю, как дальше будет. Ну, там они не одни такие классные, на самом деле, но одни из. Вот вы же стоите за стойкой, представляете все команды. Как это сложно, да. Переживаете ли вы за них? Конечно, конечно. А вдруг облажаются сейчас. Облажаются вас постоянно. И придется мне что-то говорить, пока они, да, 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 как-то объясняют все это зрителю. Не, на самом деле, здесь переживаю, потому что вижу их и на репетициях, и на редактурах, и всегда, и... Ну, а когда выходишь на игру, всегда непонятно, что у тебя может пойти не так. Но это, опять же, опыт, репетиции, все такое. Поэтому, да, переживаю. Вы были ли в этой ситуации, когда реально кто-то шло вообще не в то русло? Ну, самое распространенное – это забывание слов. Самое распространенное – это забывание слов в рэпе. Вот, то есть, когда музыка идет. Вот, недавно у нас была игра. Сборная сельхозакадемии, если меня смотрят, они меня прекрасно понимают. Вот, там, да, к сожалению, нельзя, нельзя репетировать в день игры еще с телефона и подумать, что на игре ты все вспомнишь, и все будет хорошо. Понятно. Поэтому самое основное – это учите текст. Да, вы же тоже ведущие, вы же тоже знаете, учите текст. Да, мы вас спешим, не знаю, то ли обрадовать, то ли расстроить, но у нас для вас интересное задание. Начинается, ну давайте. Вот, вы сейчас должны будете... Вот, вообще, тема задания – это... Не смотреть. Импровизация. Импровизация. Мы вам покажем какие-либо ситуации, не смотреть. Ситуации или личности. Вы должны будете в них перевоплотиться. Перевоплотиться? Да. Перевоплотиться, разыграть, обыграть ситуацию, чтобы это было смешно. Я актер-то так себе, ну давайте. Ну нет, мы вас верим. Я больше поговорить. Только это не крокодил, вы можете использовать слова, жесты, все что угодно, только не говорите синонимы и всякое такое. Убегать можно? Ну просто показать эту ситуацию. Убегать, вы после эфира убежите. Уже некуда. Да, убежать тут некуда, видите, везде камеры. Так, кто начнет? Ты начнешь. Ладно, хорошо. Итак, первая. Герой. Бабушка. То есть я сейчас должен быть бабушкой, да? Да. Давайте быстрее, быстрее, быстрее. Как, с чем у вас стырится бабушка? На варенье ешь пирожки, а ты у меня уже все лето прожил, я вижу. Все, дальше. Мама спалила, что не надел шапку. А-а-а! Мама, извини, я не знаю, я, видите, как рэпер. Йоу, я знаю, у меня есть друг, который знает рэпера. Все. Дальше. Пошел на программу «Поле чудес». Опять же, вот пирожки, вот варенье. Крутите барабан. Крутите, да. Вызвали к директору. Миша Елисеев, привет. Я к тебе вызвали. И последнее. В душе неожиданно пошла горячая вода. Ура! Дали. Итак, последнее сейчас задание для Дани. Дани, быстрее смотри. Спасибо тебе, что отомстил из меня. Вот он! И сейчас мы переключаемся на короткую рекламу. Вы смотрите программу «Отдыхайп», и мы в прямом эфире. Тема нашего сегодняшнего эфира – это 1 апреля. День смеха. Да, и пока у нас есть время, а его предостаточно, мы хотим сказать большое спасибо именно тому месту прекрасному, в котором мы находимся. Это творческое пространство «Птица». Да, здесь очень много локаций, где вы можете пофоткаться, справить свое и рождение, и время. Вообще любой праздник можете провести. А чтобы его красиво запечатлеть, это вам поможет студия видеопродакшна. Видите, как круто называется? Перфекто. Именно она отвечает за красивую картинку нашего эфира. Да, и мы вначале говорили, что мы выходим в прямом эфире, и вы можете писать нам любые сообщения, обращаться к нам, задавать вопросы. И мы сейчас прочитаем и ответим. Да. Так что смотрим, что нам тут подавали. Виктория Скопина спрашивает и говорит. Братик спрятал в портфель, а сам ушел в школу. И я опоздала в школу. Ну, это, знаешь, розыгрыш из разряда перевести часы, чтобы опоздать в школу. Не очень удачный. Согласна. Угу. О, кто-то напишет, что мы молодцы. Всем привет. Всем привет, привет всем. Кого не стоит разыгрывать ни в коем случае? Мне кажется, не стоит, если честно, разыгрывать, например, маму, потому что от нее вам точно вылетит. И, например, директора школы, потому что он у вас потом так пух из школы. А мне кажется, нельзя разыгрывать врачей. Вот, например, ты говоришь, ой, у меня нога болит, а он тебе возьмет и пол сделает. А? Ты бы хотела себе просто такой пол, потому что ты разыграла врача. Ну да, согласна. Врачей это тоже не очень хорошая идея. Карина Камалюкова спрашивает, ведущая, какая ваша любимая шутка? Вот ты сейчас должен сказать вот эту шутку. Помнишь, мы когда играли в КВН? Ты там какую-то шутку, да? Шутку, за которую мы приз взяли. Да. Так, смотри. Я умею бросать воду, воду. А вы так не умеете. Я, конечно, ничего не поняла. Ну ладно. Ксюша, молодец. Так хорошо знает английский. Ксюша, тебя похвалили. Да, Ксюша, ты вообще пишешь. Даша Ливана пишет. Ксюша, супер. Так что мы тоже любим Ксюшу. Ксюш, ты такая классная. Ты нам помогла, кстати. Даша шокливо рассказывает, что сегодня учительница сказала, что ВПР не будет. Но оказывается, это был розыгрыш от учителя. Крутой розыгрыш. Я ее понимаю. У меня даже в 11 классе и то есть ВПР. И если бы так пошутили бы и сказали, что отменит ЕГЭ, я была бы очень счастлива. Как бы вы хотели разыграть своих друзей? Ну знаешь, есть очень много вариантов. И мой самый любимый, знаешь, какой? Какой? Позвонить и сказать, открой дверь. Даже интересно, почему? Что тут еще? Даня, у тебя спина белая. Так она у него коричневая. Не подходит сегодня. Я вообще-то... Ты что, не разбираешься в цветах? Как рождаются шутки? Шутки рождаются в голове у Дани Сергеева. А у Дани Сергеева они рождаются, потому что он смотрит в интернете о них. А в интернете о них говорят, потому что и у других слизывают. И так целая цепочка. Да ведь? И вообще, все у нас тут спрашивают, как бы круто пошутить. И знаете, у нас есть для вас такой помощник. А помощник этот, это топ самых банальных, несмешных, вообще уже давно не модных розыгрышей. Поэтому посмотрите его и никогда так не шутите. Вообще запрет нельзя. Смотрим. 1 апреля пора шутить. И если вы хотите делать это круто, забудьте о розыгрышах, которые мы сейчас расскажем. Типичные фразы на 1 апреля. О, у тебя коленки грязные. Или у тебя белая спина. Это старье. На такие розыгрыши уже никто не ведется. Можно поменять соль, сахаром не ставь. Только будьте осторожны. Как бы самому не пришлось есть сладкий суп. Наматать мыло лаком для ногтей, это, конечно, оригинально. Но подготовка к этому розыгрышу занимает очень много времени. Стоит ли оно результата? Если вы хотите перевезти все часы в доме ради розыгрыша, то помните, последствия могут быть печальными. Замечания из-за опоздания в школу 1 апреля никто не отменял. Спрятать тапочки? Ну уж нет. Этим приколом вы тоже никого не удивите. Приклеить человека к стулу довольно рискованный розыгрыш. А что, если вы испортите новые джинсы вашему другу? Лучше обходить стороной подобные пранки. Во многих комедиях показывают, как учитель садится на стул с кнопками. Это очень старый розыгрыш, давно не модный. Лучше приклеить мышку к столу с помощью скотча. Хотя это тоже не так уж и креативно. Если вы хотите распешить своих друзей, то забудьте, что такое пищевая пленка. И не спешите клеить ее на дверь. Надеемся, что вы прислушаетесь к нашему ТОПу. И никогда не будете так шутить над своими друзьями. И снова здравствуйте. Мы продолжаем эту программу «Отдыхай». И мы сегодня включаем 1 апреля. День смеха. И день дураков. Да, Лиза? Вот. Ты мою же шутку украл. Ты вообще... Зато видишь, как она прозвучала. Он из интернета берет шутки. Видишь, какая она прозвучала. Лучше, чем у тебя. Вот учись у меня. Мы можем продолжить читать чат. У нас там еще скопилось парочку сообщений. Ой, а мне нравятся, какие вопросы здесь. Самый классный ведущий. Ой, вот это самый крутой вопрос. Да это не вопрос, конечно. Ну да ладно. Ну вообще, спасибо. Дальше, Даша. Так, нас разыгрывала заучь. Подменив кабинеты в новом расписании. А как же вы потом искали свой кабинет? Ну вот представь. Это же классно. Есть же такое действие. Если действуют правила, ты знал, то что если учитель не приходит первые 15 минут, урок отменяется. Я кажется, понял. Смотри, она поменяла на кабинеты. И получается, что они идут как бы на русский, особенно на математику. Вот, вот так, невезуха. А, нет, я бы лучше на математику сходила, честное слово. Ты просто ЕГЭ по-русскому не решал. Так, как вы шутили? Я сегодня пошутила только над Даней. Потому что в прошлый раз, вы представляете, а, я не рассказывала. Один раз, значит, в прошлом году я начиталась в интернете про самые крутые шутки. И там была шутка, отрежьте, подруги, волосы. Но я чё, я ничего. Я взяла ножницы, подошла к ней, сзади говорю, Даш, Даш, отрезала ей волосы. Но там сказали, будет море смеха, море эмоций. Но кроме вопель, рёва и вообще обижулик на меня потом целый месяц, я ничего не услышала. Да ты просто неправильно читаешь. Ты вот прочитала первые две строчки, а там же просто как бы обобщают. Отрежьте, подруги, волосы. А там, на самом деле, нужно было взять уже другие волосы. И как бы отрезать, а не по-настоящему. Ты просто нетерпеливая. Вот, и всё. Ну ладно, раз я нетерпеливая, то вообще время для эфира у нас уже, между прочим, заканчивается. И это далеко не розыгрыш. Вообще, что мы сегодня сделали? Мы сегодня много чего сделали? Мы пообщались с Романом Сергеевичем. Раз, я тебя разыграла. Два, ты меня разыграл. Три, жвачки ты мне приклеил, да? На эти кроссовки. Подлипну теперь невозможно. Четыре. Пять. Мы узнали вообще, как он появился, этот праздник. Потом вообще поговорили, а много-много-много всего сделали. И это всё благодаря, конечно же, нам. Но мы также хотим напомнить, что мы сегодня разыгрывали прекрасные билеты. Билеты на КВН. И сейчас мы знаем, используешь ещё специальное предложение Random App. Если честно, я не знаю, как он правильно называется. Но, в общем, сейчас кто-то выиграет именно эти билеты. Смотри, в прошлый раз мы разыгрывали сразу вдвоём. Они два раза нажимали, теперь ты. Я ничего не знаю. В смысле я? Да это же ты должна. Давай. Мария Шоклева выиграла. Мария Шоклева выиграла эти билеты. Если кто не знает, Мария Шоклева наш руководитель. Ура! Поздравляем. Наконец-то её вот эти тяжёлые дни с нами могут... Она может расслабиться и сходить на КВН. Вот, Мария Владимировна, это вам и Даши, точнее. Вот отдохните и вообще проведите день. Ну, ура, мы с вами тоже пойдём. Классно, я так рада, вообще супер. Наконец-то кто-то из наших знакомых выиграл эти билеты. И сейчас мы хотим позвать нашего гостя. Роман! И вот вообще, откуда у нас эти билеты? Это всё вот благодаря Роману. Здравствуйте, здравствуйте. Я ещё здесь. У нас есть такая замечательная вещь, как рупор. Да, мы сейчас покажем вам. Это символ нашей программы. И мы каждую программу даём гостю. И я с ним ухожу. Нет, 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 пожалуйста. Вы должны в него сказать всё, что вы хотите. Можете шутку замочить, можете не мочить, можете просто что-нибудь сказать. Работает? О, громко. Ага, близким друзьям. Куда говорить, давай, куда? Три, вот туда. Три, два, один, стартуйте. Друзья, все приходите, как программа называется? Отдыхаем. Отдыхаем. И все орите в рупор, здесь можно кричать всё, что угодно. А я же обращаюсь к тем, кому вообще нечего делать в апреле. Друзья, приходите на КВН и шутите друг на другу, но аккуратно. Аккуратно, вот. Всем хорошего настроения. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вы смотрели программу Отдыхать. Ты сейчас нарушила традицию, сейчас же говорю. Гость, ты не должна была в него говорить. Да, Даня, не ворчи. Какой ворчок? Не могу. Вредный, невозможно. А наша программа подходит к концу. Вы смотрели программу Отдыхать. А это очень модно, классно, креативно, современно, молодежно и очень круто. Повторы вы можете смотреть на сайте национального телевидения «Чуваш» и в группе ВКонтакте детского медиа-центра «Куча молодых». Всем пока-пока, мы вас слышим, видим, вас любим. Партнеры проекта, студия семейного кино «Перфекто» и творческое пространство «Птиц».